Добрый вечер, мои дорогие! Всем привет-привет-привет! Рад всех видеть, рад всех приветствовать. Напишите, как меня видно и как меня слышно, и мы проведем наш последний прямой эфир. Почему последний, расскажу несколько позже. Добрый вечер, мои дорогие! Так, трансляция запустилась, звук и картинка пошла. Жду вашей обратной связи, как меня видно и как меня слышно. Сегодня разберем тему якорей, якорения и все, что с этим связано. Поучимся ставить у себя якоря, поучимся вызывать у себя нужное нам ресурсное состояние. Посмотрим, как это можно практически применять в реальной жизни. Могу сказать, что тема якорения вызывает большой интерес и у начинающих НЛПеров, и у продолжающих НЛПеров. Те, кто изучают, внедряют, потому что на самом деле более простого и более мощного инструмента, как изменить свое состояние, как изменить свое ощущение мира или проработать какой-то негативный момент, я не знаю. Вот это самое короткое. Это то, что работает у нас наполовину на бессознательном уровне и работает очень круто. Поэтому, мои дорогие, жду вашей обратной связи. Как только я пойму, что я не говорю в тишину, что я не говорю в пустоту, я сразу начну вам давать контент по теме, как вы любите. А почему последний эфир? На самом деле, это не самый последний эфир. Это последний эфир перед отпуском. Я ухожу в отпуск минимум на две недели. Я думал приостановить вообще выпуски эфиров до сентября, но я просто чувствую, что немного уже утомился, немного устал. Но, тем не менее, я думаю, что за две недели отпуска я прекрасно восстановлюсь. И, скорее всего, в середине июля мы продолжим. Привет, Юрий. Звук и картинка хорошие. Здравствуйте. Всем видно, слышно хорошо? Отлично. Я рад, что вы присоединились. И это не может не радовать. Я надеюсь, что за время моего отпуска вы никуда не растеряетесь. Но, а если вы хотите продолжать изучать нейролингвистическое программирование, в описании и в закрепленном комментарии есть ссылка на мой пошаговый онлайн-видеокурс. Многие из вас уже его приобрели. Многие из вас уже начали обучение. Курс в процессе записи. Часть уроков уже выгружена. Те, кто присутствует на курсе, будьте уверены, это лишь 10% того, что у меня запланировано. Поэтому курс будет постоянно пополняться. А те, кто еще не принял решение и не записался, вы можете перейти по ссылке. После этого эфира изучить. Там тоже для вас приятная льготная стоимость. И начнем разбираться с якорями. Добрый вечер всем. Добрый вечер всем. Напишите, как вы себя чувствуете, как ваше настроение, как ваше состояние, как ваше самочувствие по шкале от 1 до 10. И перейдем непосредственно к теме. Чтобы понять, как это работает, я приведу простое описание. Наверняка вы многие это описание знаете. Есть такая концепция, которая называется стимул-реакция. Выглядит она вот так. S это стимул. R реакция. То есть есть какой-то стимул, внешний или внутренний. Мы еще об этом поговорим. Внешний или внутренний. А есть реакция. Это то состояние, та реакция, которая у нас вызывает этот стимул. Начну с истории. Она банальна, но она очень хорошо все описывает. Наверняка вы знаете исследование Академика Павлова, который установил, открыл, выявил условный рефлекс. Как это выглядело? Была собачка. Была собачка. Рисую ее вот так. С хвостиком. Собачки подносили тарелочку с едой. Вот тут еда. Такая у нас тарелочка. В то время, как собачки подносили тарелочку с едой, у собачки начинала течь слюна. Принесли еду, потекла слюна. Собачка покушала, прошло какое-то время, опять принесли еду, опять потекла слюна. То заметил Академик Павлов. Он не просто так ей давал еду, но еще во время того, как ей давал еду, и когда у нее текла слюна, он зажигал лампочку. Сейчас постараюсь нарисовать красивую лампочку. Ну вот такая лампочка у меня получилась. В общем, как был эксперимент. Как он происходил. Приносят тарелочку с едой. Слюнки текут. Зажигают лампочку. И так много раз. Тарелочку с едой, слюнки текут, зажигают лампочку. Что получилось потом? А потом получилось вот такое интересное наблюдение. Не приносят еду, зажигают лампочку, а слюнки начинают течь. И это классическое объяснение концепции якорей, если мы говорим про нейролингвистическое программирование. А если говорим про концепцию Академика Павлова, стимула и реакции. На этой простой метафоре. Что у нас являлось стимулом? Изначально стимулом у нас являлась еда, которая вызывала реакцию слюноотделения. Вот это у нас был стимул. То есть стимул, еда, слюноотделение, реакция. Когда собачку потренировали, таким образом параллельно добавляя другой какой-то стимул. В данном случае это был визуальный стимул, визуальный якорь, лампочка. Что получилось? Получилось, что еду мы убираем, зажигаем лампочку, включаем уже другой стимул и реакция продолжается. Вот так на простом примере мы можем разложить вообще концепцию якорей. То же самое происходит с рыбками. Если рыбкам в аквариум насыпать еду, и в тот момент, когда они сбежались поедать все, что вы им насыпали, в это время постукивать по аквариуму, сделать так 2-3 раза, то потом вы можете уже не насыпать еду, просто постукивая по аквариуму, рыбки будут всплывать, они будут собираться в том месте, где вы обычно им насыпаете еду. Вот такая концепция. Вот так работают якоря. То есть мы сознательно или бессознательно добавляем какой-то дополнительный стимул, какой-то элемент. Почему он дополнительный? Потому что мы можем управлять, мы можем управлять, мы его можем включать и выключать. Состояние хорошее, самочувствие. Тут тоже. Здравствуйте, Юрий, видно, слышно, качество на высоте. Отлично, 8 баллов по настроению. Отлично, молодцы, ребят. Понятно ли на данный момент то, что я сейчас объясняю? Стимул, реакция. Мне кажется, проще объяснение нельзя придумать. Но что происходит с людьми? А с людьми происходит еще более интересная история. Люди более совершенные существа, чем животные в какой-то степени. Иногда мне так не кажется. Иногда некоторые люди мне кажутся более примитивными, чем животными. Но мы этот момент опустим. И НЛПРы, Гриндер с Бендлером установили интересную такую историю, что человек вообще может научиться какой-то реакции буквально с первого раза. Буквально с первого раза. И вот, кстати, небольшое такое ответвление. Почему некоторые называют НЛП псевдонаукой? Все дело в том, что Гриндер с Бендлером, основатели НЛП, ну и те, кто продолжают, там, Роберт Дилтс, Майкл Холл, Боб Боденхаммер, по большому счету не делают никаких исследований. Ну, зачем доказывать заново то, что уже доказал академик Павлов, что существует условный рефлекс, стимул-реакция? НЛПРы пошли дальше. Вот они знают, что существует условный рефлекс. Павлов уже всю работу сделал, он уже все доказал, провел все исследования. А НЛПРы задумаются немножко о другом. А как это, то, что доказал Павлов, вот эту концепцию стимул-реакция, привнести в нашу жизнь так, чтобы наша жизнь становилась лучше? Вот чем мы и будем сегодня заниматься. Что нужно знать про якоря? Про якоря нужно знать одну простую вещь, что в определенный момент времени мы испытываем разные состояния. Разные состояния. И в первую очередь в НЛП мы якорим состояние. Здесь у нас шкала времени, а здесь у нас будет интенсивность состояния. И как это схематически выглядит? В любой момент времени мы испытываем какое-то состояние. Вот сейчас вы глядите на меня в экране, смотрите эфир, и вы испытываете какое-то состояние. То же самое и я. Когда веду эту трансляцию, я испытываю какое-то состояние. Не испытывают состояние только, простите меня, мертвые люди. Или не только люди. А так, в любой момент времени мы какое-то состояние испытываем. Лидия пишет, что хорошо себя чувствует, несмотря на перепады погоды. Отлично. Лидия очень рад. Согласны вы с тем, что в любой момент времени мы состояние испытываем? Напишите, согласны или нет. Если вы с этим согласны, то я поведу свою мысль несколько дальше. У нас на шкале времени есть интенсивность состояния и время. Ну, здесь, соответственно, минуты, часы, как вы хотите. А здесь интенсивность. И наше состояние, оно как бы в какой-то момент начинается, потом доходит до какого-то пика, и потом оно спадает. Оно спадает, но оно не просто спадает, а оно заменяется каким-то другим. То есть другое какое-то состояние начинается, доходит до какого-то пика и спадает. Вот я вам горы сегодня рисую. Сегодня у нас будут горы. Или потом третье состояние, второе состояние спадает, начинается третье состояние, доходит до какого-то пика и спадает. И так бесконечное количество времени. И так бесконечное количество времени. Ребят, дайте обратную связь, понятно ли то, что я сейчас объясняю. Что нам очень важно, что установили НЛПРы. Что человек, в отличие от животного, может получить вот это запечатление, получить вот этот стимул, когда он находится на пике состояния с первого раза. То есть его не нужно много-много-много раз тренировать. Как это происходит? Ну, допустим, вы чувствуете состояние восторга. Давайте зеленым, у нас будет восторг. Вот вы чувствуете состояние восторга. Что может являться вообще стимулом, когда вы чувствуете состояние восторга? Вот здесь, на пике, на пике состояние восторга. Стимулом может быть три вещи. Ладно, вру, четыре. Стимулы у нас бывают визуальные, то, что мы видим. У нас бывают аудиальные, то, что мы слышим, звуки, которые нас окружают. Кинестетические ощущения. Здесь про кинестетику говорится именно прикосновение. И также у нас еще могут быть смешанные якоря. И еще один тип якорей называется пространственный. Запишем его так. По большому счету, пространственный якорь – это совокупность всех якорей. Визуального, аудиального и кинестетического. Как работает пространственный якорь? Ну, допустим, вы находитесь в своей комнате. Сидя в кресле, вы чувствуете себя одним образом. Лежа на диване, вы себя чувствуете другим образом. А стоя за гладильной доской, если вы утюжите себе одежду, вы испытываете, чувствуете себя третьим образом. Три разных состояния, находясь в трех разных местах. Почему работает смешанный якорь? Потому что, если вы сидите в кресле, вы видите одни и те же предметы с другого ракурса. Когда вы сидите в кресле, может быть, вы просматриваете телевизор. А когда вы просматриваете телевизор, вы получаете и визуальный якорь, и аудиальный, вы что-то из него еще слышите. Ну, плюс вы еще получаете и кинестетический якорь. Или, допустим, сидите за своим рабочим столом в том же помещении, да? Но не в кресле уже, а за рабочим столом. И вы испытываете, у вас получается уже такой комплексный якорь пространственный. За счет чего он получается? Он получается за счет того, что на те же самые предметы вы смотрите уже немного с другого ракурса. Те же самые звуки вы слышите немного по-другому. Те же самые ощущения, ту же самую кинестетику вы получаете через другие ощущения. И поэтому может получиться немного другое состояние. Что важно? Продолжаю рассказывать про состояние. Что нам нужно, чтобы заикорить состояние восторга? Во-первых, учтите такую вещь, что так как состояние мы испытываем постоянно, то и якорение происходит тоже постоянно. То есть в любой момент времени может произойти запечатление. Давайте представим, что вы начали испытывать восторг. Вы услышали какую-то хорошую приятную новость. Услышали какую-то хорошую приятную новость. И вот пока она в голове у вас начинает осознаваться, доходить, начинаете испытывать восторг. И в этот момент, когда вы испытываете максимальное ощущение восторга, где-то у кого-то заиграла красивая мелодия. А может быть не очень красивая. Любая мелодия. Может быть вам кто-то что-то сказал каким-то особым образом. Либо кто-то просто чихнул аудиальный якорь. Или когда вы испытываете состояние восторга, вы смотрите на какие-то вещи, вы даже этого не осознаете. И увидели какую-то вещь необычную. Может быть сильно и не обратили на нее внимание. Но она тоже может у вас запечатлеться как стимул. То есть все, что вас окружает в тот момент, когда вы испытываете пиковое состояние, в данном случае восторга, у вас может сработать и запечатлеться как стимул. Визуальный, либо аудиальный, либо киноэстетический. А если вы испытываете восторг, какое-то классное состояние, к примеру, и кто-то подошел и вас коснулся вашего плеча, он таким образом вам поставил киноэстетический якорь. Вот так это происходит. Приведу несколько примеров. Вспомните, пожалуйста, вспомните запах сирени. Вспомните запах сирени. И расскажите, что с вами происходит, какие у вас воспоминания всплывают, когда вы испытываете этот запах, вспоминаете этот запах. Предвосхищу немного. У большинства людей этот запах ассоциируется выпускными, этот запах ассоциируется с весной, с праздником 9 мая, может быть, ну и так далее. То есть, что получается? Когда мы сдаем экзамены, все, прощай, школа, мы испытываем какое-то приподнятое состояние, и мы его часто испытываем в этот момент, когда мы сдаем последние экзамены, и цветет сирень, и получается, мы испытываем состояние восторга, либо какое-то другое состояние. И запах сирени, в данном случае запах мы относим к кинестетике, у нас запечатляет это. И у нас происходит такая связка. Запах сирени равно ощущение восторга, ощущение выпускного. К примеру. И такое происходит невероятное количество раз. Вот, чтобы вы понимали, как это у нас происходит, вот просто по определению. Добрый вечер всем, снегоход пришел, добрый вечер, все понятно, все понятно, какие у нас способные зрители, как мне классно с вами общаться. Посмотрим, может быть, если будет хороший интернет, и с моря вам прямой эфир проведу. Ну, пока не знаю, как там будет. Не хочется с вами даже расставаться, даже на эти две недели. Тем временем я напоминаю вам, чтобы вы регистрировались на курсы NLP-практик, видеокурс. В курсе есть и обратная связь. Те, кто учатся, уже могут подтвердить, что если задаются вопросы, на вопросы даются исчерпывающие ответы. У нас на курсе будет раз в месяц, как минимум два года. Вот я себе дал такой зарок, что минимум два года я буду делать онлайн-встречи для проработки практики. Поэтому те, кто уже на курсе, можете поделиться своими впечатлениями и порекомендовать другим, как это есть. Чтобы это было не с моих слов, а чтобы это было именно от тех людей, которые обучаются. Идем разбираться дальше. И вот у нас это запечатлилось. У нас это запечатлилось. Дальше у нас может состояние быть печали. Может же у нас быть такое состояние? Печаль, печалька. Неважно по какой причине. Услышали что-то нехорошее. Либо получили какую-то нехорошую весть. Либо просто взгрустнулось. И вот состояние печали начинает нарастать. И в то время, когда состояние печали у вас будет на пике, у вас, хотите вы этого или не хотите, произойдет запечатление. Если вы будете идти на пике состояния печали и услышите какую-то музыку, либо чей-то голос, либо кто-то сделает какой-то нестандартный звук, либо вы увидите что-то, что может стать якорем, что может стать запечатлением, а стать этим может все, что угодно. Либо вы поставите свое тело таким образом, что оно будет испытывать какие-то нестандартные ощущения. Либо к вам просто кто-то подойдет и прикоснется. Просто приобнимет за плечо, к примеру. У вас может заикориться это состояние печали. Может заикориться. Добрый вечер. Ребят, напишите, пожалуйста, как меня видно, как меня слышно. Такое ощущение, что я говорю сейчас в пустоту. И вы меня слушаете, как радио. У нас сегодня видеоэфир. Сегодня прямо на флипчарте рисую. Поэтому я вас просил рассказать, что вы испытываете, когда чувствуете запах сирени, вы мне ничего не ответили. Мне может уже пора уезжать в отпуск. Или вы все пошли записываться на видеокурс. Что тоже меня будет радовать. Но мне бы хотелось с вами все-таки иметь коммуникацию. И вот, мои друзья, мои дорогие. Мы получаем то, что мы получаем. И наверняка у вас уже, точнее не наверняка, это 100%, даже 200%, у вас уже есть множество всяких разных якорей. Визуальных, аудиальных, кинестетических, смешанных якорей. Какие-то якоря вызывают позитивное состояние. Какие-то якоря вызывают негативное состояние. Какие-то якоря вызывают нейтральное состояние. Состояний у нас великое множество. Существует. Так, все нормально с видео. Тогда что не так с моей речью, если вы не комментируете? Наверное, все пошли регистрироваться на курс. Вот это очень интересно. Будем наблюдать, как говорится. Там для вас тоже есть бонусы. Нет, на курс никто еще не записался из сегодняшнего эфира. Ладно, не будем об этом сейчас много разговаривать. В любом случае, даже если будете смотреть записи, зайдите на страничку курса, просто перейдите, просто посмотрите содержание курса. Там уже больше 100 видеоуроков. Посмотрите наполнение. Я думаю, вам понравится. Там и формат, и видео, и аудио, и визуальная презентация, и короткие конспекты, если это того требуется, и домашние задания каждому уроку. Вы не пожалеете, потому что я туда вкладываю душу. Я вот вообще выжимаю из себя все, что можно, как лимон. Прям стараюсь. Делаю очень много. Поэтому давайте разбираться дальше с якорями, а после вы зайдете и посмотрите, какая у нас там программа. Мы уже сделали лендинг. Там уже все помодульно расписано. Какие техники, какие видео. И я вам честно скажу, там будет несколько больше, чем даже написано на сайте. Потому что я не могу остановиться. Меня вот прям поперло. Я поставил себе якорь, и все, и меня прет. Не могу остановиться. И это классно на самом деле. Всем желаю найти такое занятие, от которого вас будет переть так же, как от меня. Так же, как меня. Не так же, как от меня. Надеюсь, от меня вас тоже прет. Хорошо, мои дорогие. Как нам с этим всем жить? И что нам с этим всем делать? Так как мы существа разумные, и так как вы сейчас находитесь на этом прямом эфире, вы понимаете уже концепцию, вы понимаете, как это работает, как это срабатывает. И так, Надя написала. Продолжим мысль. Вы понимаете, как это срабатывает. Теперь нужно понять, как это применять, и каким образом это применять к себе, чтобы улучшить свою жизнь. Сейчас мы этим и займемся. Зачитаю комментарии. Добрый вечер, добрый вечер. Слушаю, все хорошо. Запах сирени равно коты вылазит из подвалов. Отлично. Ну, видите, у каждого свои ощущения. Смотрите, у Нади просто сирень, пока ничего не вызвала. Отлично, Надя. Возможно, смотрите, может быть, у вас запах сирени ничего не вызывает. Вспомните запах розы, вспомните запах горелых спичек. Запахи просто являются очень мощными стимулами, как я уже рассказывал. Обычно, обычно. Обычно через нос у нас самая быстрая информация на самом деле приходит. Правда, не всегда осознаваемая. Я это все к чему? Я это все к тому, что вот у кого-то вызывает про котов, у кого-то вызывает про выпускной, у кого-то еще про что-то. Мы можем вспомнить, попробовать любую другую ситуацию. Например, что мы можем такого интересного вспомнить? Вот, смотрите. Вспомните, пожалуйста, где, с кем, в какой обстановке вы праздновали вот этот Новый год, 2022. И, скорее всего, вы это вспомните, потому что там было очень много эмоций, и там будет очень много якорей. А если я вас попрошу, вспомните, пожалуйста, что вы делали, давайте так, 21 января этого же года, вы уже ничего не сможете вспомнить. Почему? Потому что там вы испытывали, скорее всего, более или менее нейтральное состояние, не было каких-то мощных якорей, а когда мы празднуем какой-то праздник, мы испытываем приподнятое состояние духа, якорятся у нас и лица наших знакомых, и сейчас как вы вызываете это воспоминание? Вы вспоминаете лица ваших знакомых, звуки, которые вас сопровождали в этом праздновании, и у вас даже может настроение немного подняться. Словом, когда у нас есть эмоции, у нас происходит запечатление, и это запечатление очень долго хранится. Когда у нас состояние такое, нейтральное, они тоже якорятся, но они не такие яркие, вот эти вот более приземленные, скажем так, состояния. Сирень, приятные эмоции, воспоминания, аромат, отлично, розы приятные, настроение поднимается, отлично, отлично, отлично. Курс очень интересный, учиться легко, Наталья пишет, и увлекательно, отлично. Я думаю, что Наталья заценила домашние задания, там есть классные, прикольные домашние задания, которые нужно делать. Хорошо, друзья, переходим теперь к следующему вопросу. А что же с этим всем делать? Вот получили мы информацию, знаем, как это работает, понимаем, что это работает, теперь нам нужно учиться этим управлять. Ну давайте, если вы начинающий НЛпер, если вы еще сами себе никогда не ставили якоря, то приступим к постановке вашего первого в жизни якоря, и ставить вы его будете сами себе. Какое должно быть обязательно условие для постановки якоря? Обязательное условие для постановки якоря – необычность. Необычность. То есть, давайте поговорим про визуальное якоря. То есть, что-то должно присутствовать в вашем поле, не совсем обычное, может, не совсем привычное. Это может быть необычным, может быть любой предмет. Допустим, меня сейчас окружает огромное количество необычных предметов. Если говорить про аудиальные якоря, тоже должна присутствовать какая-то необычность, какое-то слово, может быть какая-то особая интонация. Вот сейчас, наверное, вспомнят многие. Вспомните интонацию вашей мамы или вашего папы, когда они испытывали какое-то негодование к вам. Ну, допустим, если вас зовут, к примеру, Надя, Надежда, наверняка вы знаете интонацию голоса вашей мамы или вашего папы, когда он вне настроений. Например, Надежда или Надежда или Надежда. То есть, по-разному можно сказать, с разной интонацией, и здесь уникальностью будет являться эта интонация. Надежда. Да, к примеру, вот такая вот история. И вы уже, зная эту интонацию, уже можете чувствовать, испытывать чувство вины. Наши родители нам очень часто прививают с помощью своих интонаций неосознанно, не специально. Это все происходит, потому что оно происходит. Оно вот так есть. Вы это никак не можете изменить. То есть, ни в коем случае не нужно нападать сейчас на своих родителей и думать, что они вам специально каких-то негативных якорей наставили. Также якорь может быть даже лицо вашего знакомого. Знакомого, вашего любимого человека. Сейчас объясню, как это работает. Давайте перейдем к уникальности кинестетического якоря. Это тоже очень важно, потому что мы сейчас будем ставить свой первый в жизни якорь для многих из вас. Кинестетический якорь. В чем его может быть уникальность? Это прикосновение. Прикосновение к какой-то непривычной части тела. Не к ладошке, и не к ступням ног. Все остальные места вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вы можете выбрать как место установки якоря. Как место установки якоря. Например, например, вы хотите заикорить себе какое-то состояние, выберите себе точку на теле, до которой вы можете легко дотянуться и сделать прикосновение. Причем, это прикосновение должно быть именно в той же, для того, чтобы воспроизвести якорь, это прикосновение должно быть в той же самой точке и с той же самой интенсивностью. Если я себе ставлю якорь, вот у меня здесь есть родинка, хочу себе заикорить какое-то состояние, вот хочу заикорить себе то состояние, в котором я сейчас нахожусь, бодрый, полон сил, с открытым голосом, стою перед вами, я просто себе сюда ставлю якорь, и я это состояние сейчас испытываю, когда я чувствую, что мое состояние начинает спадать, я просто палец убираю. Все, теперь, когда мне нужно будет снова выйти в эфир и снова быстро себя ввести в это состояние, я просто воспроизведу вот этот якорь, ту же самую точку, на ту же самую родинку нажму, с тем же самым усилием, и у меня это состояние очень быстро воспроизведется. Мои дорогие, ставим свой первый ресурсный якорь. Выберите себе место на своем теле, куда вы сейчас будете прикасаться. Куда вы сейчас будете прикасаться? Просто запомните его, можете его проверить. Обычно мы еще проверяем. Если мы прикоснулись к какой-то точке, и состояние наше не изменилось, то значит это место чистое, и оно сойдет для установки якоря. Бывает такое, что в каком-то месте уже какой-то якорь есть, и ваше состояние от прикосновения начинает меняться. Такое бывает. Напомните, я расскажу один не очень веселый случай, но он очень показательный. Хорошо. Теперь, когда вы выбрали место, куда вы будете ставить свой первый якорь, а теперь приготовьтесь и сейчас просто подумайте. Сейчас просто подумайте о том моменте в вашей жизни, когда вы себя чувствовали прям на высоте успеха. Вот на гребне волны, как говорится, когда вы чувствовали себя прям хорошо. Но вспомните, что это был за случай. А пока вы будете вспоминать этот случай, я вам рекомендую даже немного погрузиться в себя, покопаться в этих воспоминаниях и постараться это состояние как бы воспроизвести. Представьте себя, что вы сейчас находитесь там, где вам хорошо. Пока вы думаете об этом воспоминании, калибруйте свое состояние. И когда вы понимаете, что ваше состояние уже начало меняться за счет воспоминания о том случае, где вы чувствовали себя ресурсно, вы понимаете, что вам становится хорошо, классно. И когда вы почувствуете, что вот да, я вот сейчас в этом состоянии, о котором я сейчас думаю. Просто поставьте себе якорь, удерживайте эту точку с определенным нажимом, запомните ее. И держите ее до тех пор, пока вы почувствуете, что состояние вот начало спадать. Начало спадать. Когда состояние начнет спадать, вы просто отпустите. Переходим ко второму шагу. Ставим сейчас себе ресурсный якорь. Создаем себе ресурсный якорь. Оно вот так и работает. Мы сейчас все это дело проверим. А теперь вспомните второй случай, когда вы чувствовали себя похоже, как в первом случае, когда вы прям были на гребле волны. Прям вспомните. Подумайте об этом случае. Вспомните, как это было, что вы делали, что вас окружало, какие были мысли. И пока вы будете об этом думать, вы будете ощущать, что пока вы об этом думаете, вы как бы туда погружаетесь и начинаете испытывать это состояние. Когда вы поняли, что вы уже на пике этого состояния находитесь, в то же самое место прикоснитесь. Можете еще думать про это состояние. Удерживайте это состояние якорем. И когда вы поняли, что состояние начало спадать, оп, якорь, отпускаем. Ну и третий случай тоже подумайте, когда вы тоже чувствовали себя прям на вершине холма, на гребне волны, когда вы чувствовали себя хорошо. У каждого в жизни были такие случаи, причем эти случаи происходят каждый день. Подумайте об этом случае, погрузитесь в него, насколько это возможно. Прям представьте, когда вы почувствуете, что у вас начинает расти этот подъем внутреннего состояния, опять себе в это же самое место установите якорь, держите. Когда чувствуете, что состояние начинает отходить, когда вы уже отвлеклись, начали смотреть на меня, стали обращать на меня внимание, состояние начинает меняться, вы эту точку отпускаете. Итак, мы три раза в одно место заикорили важное классное ресурсное состояние. А теперь пришла пора это все дело проверить. Как мы это дело будем проверять? Для того, чтобы нам проверить, нам нужно разбить состояние. Самый простой и короткий способ разбить, то есть изменить состояние, это изменить положение своего тела. Возьмите, если вы сидите, встаньте, если вы стоите, сядьте, просто немного так подергайте себя, пошевелите руками, ногами там, пошевелите, и у вас состояние изменится. Можете даже подумать о каких-то текущих делах, которые, может быть, даже рутинные, которые вам предстоят. Вот просто подумайте. И когда вы будете думать о каких-то рутинных делах, вы начнете чувствовать, что вы чувствуете себя как бы не очень в ресурсе. И вот когда вы добьетесь того, что вы уже разбили состояние, уже стали чувствовать себя не в ресурсе, попробуйте сделать кое-что. Воспроизведите тот якорь, который вы только что себе устанавливали. Откалибруйте свои ощущения. Я вот прямо сейчас чувствую, что состояние меняется. То же самое можете делать вы. То есть вы выбираете какую-то точку на своем теле, и каждый раз, когда вы себя чувствуете классно, когда вы чувствуете себя в ресурсе, просто подкрепляйте это якорем, как делал Павлов с собачками. Только вместо лампочки вы не зажигаете лампочку, а имеете самый короткий доступ прикоснуться к одному и тому же месту с одной и той же интенсивностью. То есть вы тренируете у себя, вырабатываете вот этот условный рефлекс. Когда я чувствую себя классно, когда я чувствую себя ресурсно, я ставлю себе якорь в одно и то же место. И это будет ваш ресурсный якорь. Не обязательно ставить на мою родинку, только не ставьте, пожалуйста. Ставьте на свои родинки и запоминайте, куда вы там себе его поставили. Несколько примеров, которые я хотел вам рассказать. Это... Так, а есть дигитальные якоря? Нет. Дигитальных якорей нету. Я сейчас отвечу на комментарии и расскажу тот случай, который я вам хотел рассказать. Добрый вечер, Юрий. Отличный канал, хорошего отдыха. Желаю разгрузиться и восстановиться в отпуске. И поверьте мне, Ирина, я поставлю себе там очень много-много-много классных, позитивных якорей, чего я вам желаю. А еще буду очень рад, если вы зайдете и приобретете мой онлайн-видеокурс, на котором очень классно и ресурсно обучаться. Где есть видеоуроки и аудиозаписи этих уроков. Где есть презентации, где есть задания каждому уроку. И самое главное, пока там немного людей, я почти на все комментарии, те люди, которые у нас сейчас находятся на курсе, не дадут соврать, что я почти всем отвечаю. Может быть не сразу, но как только у меня появляется время, если текстом немного, то я печатаю, а если текстом много, то я наговариваю ответы. Поэтому все у нас сейчас в курсе происходит просто волшебным образом. Сейчас на данный момент у нас, по-моему, 22 человека присутствуют. Тем самым это создает некую такую кулуарность пока. Я надеюсь, что скоро нас будет становиться больше. Ну и более того, пока курс еще не до конца записан, у вас есть возможность вскочить в него по льготной стоимости. Зайдите после эфира по ссылке, посмотрите, потому что как только я дозапишу все видеоуроки, вам уже придется платить полную стоимость. Не откладывайте. Это хороший летний бонус. Итак, друзья, о каком случае хотел рассказать. Помните, я рассказывал, что прежде чем ставить себе киноэстетический якорь, нужно его проверить. Для чего это делается? Во-первых, если у нас уже поставлен какой-то мощный якорь, мы его, скорее всего, можем не перекрыть. Мы его можем не перекрыть тем якорем, который мы сейчас будем создавать за счет того, что мы вспоминаем свое ресурсное состояние. Надеюсь, понятно объясняю. Вот у меня на тренинге был один случай, когда мы тренировали с участниками якоря. Мы делали технику коллапса якорей. Если у нас останется время, я расскажу о ней более подробно прямо сейчас в этом эфире. Там смысл какой? Там сначала проясняется запрос, от чего человек хотел бы избавиться. Ставится негативный якорь, якорится в одну точку негативный якорь, во вторую точку якорится позитивный якорь. То есть негативный стимул, который вызывает негативную реакцию, и позитивный стимул, который вызывает позитивную реакцию. И потом делается коллапсирование, оба якоря воспроизводятся, и они как бы друг друга нейтрализуют. Так вот, почему важно проверить, перед тем, свободно ли это место для установки якоря. Все дело в том, что может стоять какой-то мощный якорь, который вы не перекроете. И тот случай, который я хотел рассказать, вот у нас две девушки сидели на демонстрации. Они сидели друг напротив друга на стульях, и девушка, которая была оператором, решила выбрать две точки, это две коленки другой девушки. То есть на одну коленку она решила ставить негативный, на другую коленку стала ставить позитивный. Но что-то пошло не так, что-то пошло не так. Та девушка, которая являлась учеником, она не проверила, она не проверила, изначально свободно ли это место на коленке другой девушки для работы с этой техникой, для якоря. И она, когда ставила позитивный якорь на коленку, вызвала состояние у своего партнера, у своей девушки-партнерши, и прикоснулась к коленке. И с той девушкой, которая была клиентом, случилась истерика. А истерика случилась потому, что там была какая-то у нее непонятная мутная история, в общем, кто-то к ней приставал. И когда к ней приставал, она испытывала, естественно, жесткое негативное состояние, жесткий стресс, и тот, кто к ней приставал, лапал ее за коленки. И получается, оператор, сама того не зная, воспроизвела у нее вот это вот жесткое запечатление. Поэтому мы это все дело проверяем. Но вы себя знаете, если вдруг вы нажали на свободное место и почувствовали, что состояние меняется на какой-то... Если вы нащупали у себя позитивный якорь, окей. Если вы нащупали у себя негативный якорь, ну, просто выберите другое место и работайте с этим. Ставьте ресурсный якорь себе туда, куда, где свободно, скажем так. И, соответственно, мои дорогие, чем больше вы будете подкреплять свой ресурсный якорь, тем лучше он будет у вас работать. То есть механика очень простая. Чувствуете себя классно на подъеме. Оп, поставили, запечатлили, идем дальше, живем. И тогда, когда вы будете находиться в сложных ситуациях, когда вы будете испытывать неприятные эмоции, вы воспроизведете этот якорь и будете чувствовать себя хорошо. Еще один пример, как делает Тони Роббинс. Наверняка вы знаете, кто такой Тони Роббинс. Если вы понаблюдаете за его выступлениями, Тони Роббинс очень часто себя вот так вот делает. Вот так вот. Касается своей груди. Вот таким движением. Или иногда кулаком себя бьет. Я больше чем уверен, что у него там стоит уже какое-то невероятное количество мощных якорей, когда он чувствовал себя в ресурсе. И вы тоже можете это делать. Чувствуете себя классно. Победили в чем-то над собой там. Сделали какой-то успех. Оп, себе поставили, заикорили. Я обычно в тренажерном зале, когда, знаете, с тренажера сходишь, и такой чувствуешь себя бодрячком. Бух. Поставил себе якорь. У меня здесь тоже есть эти якоря. И если вы заметили, мое состояние тоже очень сильно меняется, когда я себе воспроизвожу вот этот якорь. Это натренированность. Вы тоже это можете делать, поэтому я вам очень рекомендую. Теперь логичный вопрос у вас может возникнуть. Что же делать с негативными запечатлениями? Что же можно делать с негативными запечатлениями? Для начала я расскажу, как это могло происходить, как это может происходить. На самом деле, с помощью техники якорения можно творить чудеса, и можно даже отношения исцелять. Я однажды работал с одной женщиной, она мне, знаете, с каким запросом пришла? Она говорит, вы мне можете помочь? Мне нужно что-то с собой сделать, потому что меня бесит мой муж. В прямом смысле. В прямом смысле бесит. Мне бесит, как он выглядит, мне бесит его запах, меня бесит его голос. Что произошло? Что произошло? И она мне рассказала, что произошло. Что у нее там что-то случилось, прям очень серьезное. Не будем вдаваться в подробности, что в ее жизни случилось. И она в этот момент времени себя чувствовала раздраженной. Вот прям чувствовала себя раздраженной. И в тот момент, когда она чувствовала себя раздраженной и подавленной, ее муж, ничего не подразумевая, она находилась в пике этого состояния, он просто с ней общался. Он просто сказал ей, привет, как ты себя чувствуешь, как дела, своим голосом, своим лицом. Понятно, что другого лица у него нет, он не мог себе натянуть другое лицо. Ну и, конечно же, он там ее приобнимал, и, конечно же, она чувствовала его запах, ну и все такое, да. Полный набор. Визуально идеальные кинестетические икоря. Приобнял, посветил лицом, сказал доброе слово своим голосом. Когда она была в пике, у нее это заикорилось. И с тех пор, после того, как у нее это состояние уже сошло на нет, сошло на нет, она стала испытывать вот эти неприятные ощущения. Потому что, когда она была на пике, у нее заикорилось. На следующий день муж пришел с работы, сказал своим привычным тоном «Привет, как дела?» Своим привычным выражением лица. Поглядел на нее, и у нее опять состояние вниз упало. И что мы сделали? Мы сделали технику коллапса икорей, о которой я могу вам сейчас рассказать. Если вы хотите. Давайте, пролайкайте, поставьте мне десяточки, десяточки в чат, если хотите разобраться, как делается техника коллапса икорей. Я вам могу сказать, что можно очень быстро и легко, вообще, на самом деле, любые реакции можно делать, просто, чтобы у вас был набор примеров. Если кто-то щелкает ручкой, можно это убрать. Если кто-то боится звука, знаете, пенопластом по стеклу, но есть такие звуки, которые нас раздражают. Может быть, вас просто кто-то раздражает. С помощью техники коллапса икорей это все можно сделать и провернуть. Так, я вижу, десяточки пошли, значит, сделаем сейчас еще технику коллапса икорей. Только, друзья, вы... Напишите, вы будете делать вместе со мной, либо... Ну, просто темп будет разный. Либо я просто в теории расскажу, а вы потом в записи будете просматривать и проделывать. Напишите, чтобы я понимал. Ребят, вот это запомнили, сфотографировали, сделали себе скриншот, как это работает. Ну, если что, потом в записи сделают скриншот. Хорошо. Коллапс икорей. С первым шагом нам нужно определить, от чего же такого мы хотим избавиться. Что мы такое хотим убрать? Я не знаю, какая у вас будет цель. Ну, может быть, наверняка у каждого из вас есть те люди, которые вас раздражают только одним видом или только одним голосом. Есть какие-то звуки, есть какие-то ощущения, может быть, которые вам неприятны. Может быть, вам до мозга костей неприятно, когда к вам кто-то прикасается. Все что угодно. То есть первый шаг, что хочу изменить. И здесь мы меняем, мои дорогие, здесь мы меняем реакцию. Мы хотим изменить нашу реакцию на какие-то проявления, на внешние стимулы. Вот мы хотим изменить нашу реакцию на стимул. Что мы делаем вторым шагом? Вторым шагом нам нужно заикорить вот это наше негативное ощущение. Причем, так как вы будете делать себе эту технику сейчас сами самостоятельно, я рекомендую вам взять просто свою руку. На руке есть очень удобные точки для икорения. Причем, когда вы делаете это себе самостоятельно. Возьмите вот эту косточку крайнюю и вот эту косточку крайнюю. Предварительно просто проверьте. Вот сейчас просто проверьте. Вот вы прикасаетесь сюда. Меняется состояние. Если состояние ваше изменилось, то берем другую косточку. Если не изменилось, то окей. Эта точка нам подходит. И эту точку проверьте. Проверяем те места, куда вы будете устанавливать якоря. Проверили. Надеюсь, проверили. Вторым шагом проверка. Проверили на чистоту. Тогда третьим шагом мы будем уже якорить неприятное состояние. Например, вы знаете такого человека, при виде которого вы испытываете какие-то неприятные ощущения. Тогда в этом случае ваша задача сейчас быть наготове. Вот положите руку перед собой. Положите руку перед собой. И так, вы не видите мои руки. Ну, на импровизированном столе. Положите руку перед собой на столе. Вторую руку положите где-то поблизости. И представьте это действие, раздражающее вас, вызывающее у вас неприятные ощущения. Причем представьте его настолько мощно, чтобы вы его прямо ощутили. И поставьте себе якорь. Прямо заикорите. Когда почувствуете, что начнет спадать состояние, вы его отпустите. И у вас здесь уже якорь. Потом делаем разбивку. Немного встряхнулись. Состояние изменилось. И теперь вам ваш якорь, негативный, установленный, вам нужно его проверить. Вы его проверяете. Вы прикасаетесь. Вот я прям чувствую, я тоже делаю в процессе эту технику. Прикасаетесь, состояние меняется. Значит, заикорилось. Отлично. Теперь эту косточку оставляем пока в покое. То есть мы якорим что-то неприятное. И мы, условно говоря, назовем это отрицательный якорь. Отрицательный якорь. Потом проверяем якорь. Плюс проверка. Получилось или не получилось заикорить. Если не получилось, проделываем то же самое. Вспоминаем это неприятное ощущение. Лицо этого человека. Голос этого человека. Если вы с человеком работаете. Либо просто какую-то реакцию, которую вы хотите изменить. Вспоминаем. За счет чего она у вас возникает. За счет чего она у вас происходит. Ставим якорь. Проверяем. Работает. Окей. Не работает. Еще раз воспроизводим у себя это в голове. Вызываем состояние. Еще раз ставим якорь. С двух-трех раз у вас, я уверен, получится. Переходим к четвертому шагу. На третьем шаге забыл вам кое-что еще сказать. Вы оцените интенсивность этого состояния. Вот вы заикорили негативное состояние. Просто дайте внутреннюю оценку. Я на сколько по шкале от 1 до 10 испытываю от этого дискомфорт. Ну допустим там на 6. Условно говоря, минус 6. Это вам просто понадобится для того, чтобы немного себя лучше калибровать. Какую-то систему координат, чтобы создать. И переходим к следующему шагу. Следующий шаг. Мы якорим уже наш условно-позитивный якорь. А в качестве позитивного якоря нам нужно подобрать какую-то ситуацию из нашего жизненного опыта, которая у нас вызывает противоположное ощущение. Например, если здесь у вас было ощущение раздражения, то здесь у вас должно быть ощущение блаженства и спокойствия. То есть мы выбираем реакцию антагониста, что-то очень сильно противоположное. Когда мы нашли то, что мы будем использовать, хочу вас предостеречь от одной ошибки сразу. О чем не пишут в книгах, как говорится. О чем не пишут в книгах. Для техники коллапса якорей в качестве позитивного подкрепления берите какое-то воспоминание, которое не сильно ценно для вас. Ну, например, если вас раздражает лицо начальника, а когда вы видите лицо своего ребенка, вы чувствуете любовь, принятие, умиротворение, то вот в этом случае лицо ребенка не берите в качестве позитивного подкрепления. Я поясню почему. Потому что когда мы делаем коллапсирование якорей, то у нас и реакция на начальника становится нейтральная, и реакция на вашего ребеночка тоже будет становиться нейтральной. Поэтому возьмите что-то такое, что не жалко превратить в нейтральное. Обычно я предлагаю вспомнить какой-нибудь забавный случай. Может быть, вам кто-то рассказал анекдот. Может быть, вы просто посмотрели какой-то фильм, и благодаря этому фильму вы испытали какие-то вот такие эмоции. Обычно берется что-то, что мы можем потом легко восстановить, либо потом можем, либо нам не жалко эти ощущения прямо потерять. Поэтому, вот если вы работаете, условно говоря, с начальником, с выражением лица начальника, либо какого-то другого человека, он вас раздражает на минус 6, то здесь вам нужно подобрать какой-то случай, где вы чувствовали себя в ресурсе больше, чем на плюс 6. Например, там, ваша знакомая, ваша подруга рассказала вам какой-то классный анекдот, либо просто поделилась какой-то радостью, и вы понимаете, что когда вы это вспоминаете, вы прям чувствуете себя в ресурсе. Вот подберите такой случай и на другую косточку, которую вы выбрали для этой техники, вспомните этот случай, воспроизведите состояние у себя внутри, насколько это возможно, начните испытывать это состояние, и заикорите, поставьте якорь. Потом проделываем то же самое. Мы делаем проверку и делаем шкалирование. Насколько ресурсное состояние вы заикорили? Проделываем, якорим, разбиваем состояние, проверяем прикосновение, воспроизвелось состояние, которое вы якорили, позитивное или не воспроизвелось. Если не воспроизвелось, то делаем все заново, чтобы у вас воспроизвелось. Причем вот это состояние, позитивное, мы его условно назовем позитивным, должно быть несколько интенсивнее, чем то негативное. Допустим оно у вас на плюс 7 Если не хватает одного случая Берите сразу в это место Вспоминайте другой случай Чтобы у вас в сумме Набралось такое классное ресурсное состояние Ну и дальше мы приступаем К коллапсированию Пятый шаг Что мы делаем Мы сейчас будем воспроизводить Одновременно два якоря Позитивный и негативный Причем мы делаем это особым способом Положите руку на стол Здесь вам на этом шаге нужно быть уверенным Что у вас есть два надежных якоря Двух противоположных состояний Мы сначала воспроизводим негативный якорь Вы начинаете чувствовать себя Негативно И одновременно вторым пальцем Воспроизводим позитивный якорь И сейчас вы Столкнетесь с одним очень интересным ощущением Ваша задача сейчас Удерживать эти два якоря Ну в течении трех-четырех минут И вы будете испытывать Что-то непривычное для вас Вас будет как бы бросать Вас будет бросать из крайности в крайность Будет резкий такой перепад эмоций Будете из негатива в позитив Из негатива в позитив Это такое состояние замешательства Вы испытаете Оно просто необычное В этом ничего страшного нет Вы просто удерживаете три-четыре минуты А может быть даже больше Для уверенности До какого момента нужно держать Удерживайте два якоря До тех пор, пока ваше состояние Не стабилизируется До тех пор, пока ваше состояние Не станет, условно говоря, ровным Вот когда вам будет Ни хорошо, ни плохо Вот просто нейтрально Это состояние обязательно придет Сейчас в процессе эфира Если вы делаете Ну, может быть я несколько раньше Ради экономии времени Закончил Но вы не останавливайтесь Просто держите Пускай коллапсирование произойдет Вы почувствуете Когда вам просто станет ровно Вы в этот момент можете думать о чем-то Можете вообще ни о чем не думать Это не важно В тот момент, когда ваше состояние Стабилизировалось Напоминаю, что нужно продолжать держать Два якоря Мы сначала отпускаем негативный якорь А потом через секунд 15-20 Отпускаем позитивный якорь Ну, то есть мы выходим из коллапсирования На позитивном якоре Таким образом Когда мы проделали коллапсирование Следующим шагом, шестым Мы делаем проверку Экологическая проверка Ладно, друзья Так как я уже перед отпуском Это не экологическая проверка Это подстройка к будущему Надо вырезать это Из этого эфира Как-то так Гуру НЛП оговорился Но я живой человек Тоже могу делать ошибки Друзья, как мы делаем подстройку к будущему Сейчас, когда вы уже проделали коллапсирование Что нужно сделать Вам нужно представить Что где-то в ближайшем будущем Вы можете либо встретить того человека Либо услышать тот звук С которым вы работали И вы можете удивиться Только это будет не вау-восторг Когда вы подумаете об этом Человеке Представите его лицо Либо постараетесь у себя воспроизвести какой-то звук Вам будет просто на него ровно Вам будет просто на него ровно Если вы добились этого результата То я вас поздравляю Даю вам виртуальную пятерочку Вы справились с техникой коллапса икорей Чем она хороша? Она хороша тем, что она полностью безопасна То есть, если у вас не получится То вы просто немного потратили времени Но вы попытались что-то сделать Вы тут никаким образом себе навредить не можете Ну а если у вас получилось То вы буквально за 10 минут Исправили себе какую-то негативную реакцию Что тоже очень ресурсно и очень классно Закономили денег на походы к психотерапевту Либо коучу, либо психологу Либо к Нелперу Либо ко мне, к Юрию Пузыревскому Вот и вся техника Шесть шагов Коллапсируем И все прекрасно срабатывает Дайте обратную связь Как у вас получилось Пока вы даете обратную связь Я вам напоминаю, мои дорогие Что у нас есть прекрасный видеокурс NLP практик Где разобраны все техники Нейролингвистического программирования Уровня практик NLP И даже больше, чем все техники К каждому видеоуроку есть Индивидуальное задание Которое вы можете делать самостоятельно К каждому видеоуроку есть аудиозапись То есть вы можете не только смотреть, но и слушать Что еще важно Сразу после оплаты вы можете приступать к обучению Вот только вы оплатили Оставили регистрацию Оплата прошла Я сразу вам даю доступ И вы можете уже начинать обучаться Почему сейчас действуют дисконт и бонус Дисконт и бонус действуют Потому что уроки еще не до конца записаны То есть курс обновляется Поэтому как только я запишу все видеоуроки А их будет более ста Я уже точно посчитал Знаю все темы Но уверен, что еще что-то добавится То, конечно, будет стоимость соответствующая Я создаю на самом деле Самый лучший видеокурс На русскоговорящем пространстве Мне сделали комплимент Там одна моя знакомая Учится у меня на курсе И сказала, что мой курс должен стоить в разы дороже Потому что она имеет большой опыт прохождения видеокурсов И рассказывает Слушай, говорит, я за 300 долларов покупала курс Где женщина продавала 13 видеоуроков Которые она снимала с руки С телефона вертикально Без всяких микрофонов Без всякого хорошего монтажа Говорила, экала, бэкала Просто рассказывала Говорит, я за это отдала 300 баксов За 15 видеоуроков, снятые с телефона с руки Поэтому, друзья Я точно знаю, что это приобретение Вам реально на всю жизнь Доступ остается навсегда И вы получаете большую классную энциклопедию Надеюсь, замотивировал Дайте мне сейчас обратную связь О том, как у вас получилась техника Коллапс якорей О, я вижу Евгения Сделай, у нее получилось Кстати, в курсе NLP практик Будут еще дополнительные техники Про якоря и якорения Которые вам помогут еще кое-как по-другому Применять Правила якорения в своей жизни Там можно С помощью якорей можно бросить курить Можно бросить пить Не буду сейчас рассказывать, как это делать Но в курсе я об этом рассказываю С помощью якорей можно развивать в себе Всевозможные привычки Бороться со страхами в том числе Но более детально Уже там и с проработкой Что еще важно У нас раз в месяц будут проходить уроки С обратной связью Поэтому, ну, ребят Мне кажется, та стоимость, которая есть сейчас Это вообще, ну Я вспоминаю, когда я учился Если бы у меня был такой видеокурс Я бы был в восторге просто Но так как у меня такого не было Я решил, что нужно создать его самостоятельно Ребят, давайте мне обратную связь По поводу Юрия, я не нашла американских аналогов На таком же уровне, как у вас Вот видите Надя не нашла американских аналогов А я, Надя, могу сказать Почему вы не нашли Потому что их нету Я думаю, что в процессе Возможно, мы его еще и переведем на английский Но это будет очень нескоро Года через два Я вам по секрету скажу Что Мы вот-вот подписываем договор с издательством И моя книга Пути НЛП практика Скоро выйдет во всех магазинах На всех площадках Я думаю, за полгода мы этот проект завершим Тоже Такое небольшое Приятное достижение Мы вот прям сотрудничаем с издательством Те, кто автор Те, кто пробовали Издавать книги Понимают, сколько это стоит Ну Нервов, усилий Не все издательства берут А у меня Получилось Не буду загадывать Ну, мне уже прислали договор Мне осталось только сделать правки Его подписать И мы будем издавать мою книгу Поэтому так Ну, курсы намного круче Вот По курсу 100% знаю Что аналогов Я сам Понимаете, что Я сам активный пользователь Всевозможных онлайн-видеокурсов Я сам очень много Читаю Покупаю тренинги Покупаю записи Смотрю Слушаю И Я понимаю, что все не то И поэтому я Ну, я понимаю, чего мне не хватает И я в этот курс Вкладываю Всю душу Таким образом Чтобы там вот было все Было все, что нужно Какой вы молодец Поздравляю Спасибо Вы самый лучший Преподаватель на УПИ Спасибо Нет пределов Совершенства Нет пределов Нет Я заговорил Точно в отпуск надо Нет пределов Совершенства И мне есть тоже куда расти Так У меня получилось так Что вместе с воспоминанием о неприятном человеке Вспоминается трое приятных людей И эти приятные эмоции Заглушают раздражение Вы знаете Вы значит коллапсы икорей делаете У себя внутри У себя внутри Значит вы так делаете Ну значит вы справляетесь Значит не нужно делать коллапсирование Если у вас сразу происходит Друзья Что еще Что еще по поводу икорей Икоря бывают как вот внешне Что-то видим Что-то слышим Что-то чувствуем Так же икоря бывают и внутренние В том числе вот технику взмах Мы когда делали Пару эфиров назад Мы работали По большому счету С внутренними Визуальными икорями Когда мы делали взмахи Мы накладывали Один якорь на другой Мы брали ресурсную картинку И Скажем так Стимул вызывающий у нас реакцию Мы на него накладывали То есть наоборот Мы брали стимул И накладывали на него ресурс И таким образом Мы затирали Поэтому Мои дорогие Берите Пользуйтесь Ну а если хотите еще больше Если хотите лучше развиваться Я искренне Пока есть такая возможность Сладкая Вот поистине сладкая Я приглашаю на свой курс Он сейчас очень доступен И очень бюджетен Хорошее приобретение За 100 с небольшим долларов Хороший подарок себе На всю жизнь Я уверен Что если вы Проходили курсы НЛП Вы там найдете Много чего нового А если вы Не проходили еще Курсы НЛП То там Настолько все пошагово Как для младенца Разжевано Что вы Освоите Эти навыки Ну что Мои дорогие Давайте тогда прощаться Спасибо вам За то Что вы были Со мной На протяжении Этого Часа С небольшим Я был рад Всех видеть Две недели Прямых эфиров Не будет Я буду отдыхать Хотя возможно С моря Запущу вам стрим Если будет хороший интернет Мы просто с вами побалдаем О чем-нибудь Отвлеченном От темы Саморазвития Хотя возможно Отвечу на какие-то вопросы Подписывайтесь на канал Делитесь этими эфирами Со своими друзьями Рекомендуйте Курсы НЛП Практик Кто уже есть Своим друзьям И знакомым Буду рад Всех видеть И До скорых встреч Увидимся Через две недели Я уже буду загоревший Отдохнувший И мы продолжим Изучение Техник Нейролингвистического Программирования Отдохнувший